Морибол! Мои поклоны, дорогие предыдущие! Нас хорошо слышно, Бабу? Я слышу вас, да. Спасибо большое. Тогда мы начнём. Хорошо. У нас сегодня в гостях, дорогие зрители, слушатели, замечательная личность, философ, художник, духовный наставник, педагог Александр Геннадьевич Хакимов. И мы хотели бы задать несколько вопросов, касающихся образования. Мы начнём с более общих вопросов и перейдём к более конкретным, если вы не против. Я хотел бы задать вам первый вопрос как раз у многих начался учебный год, мы знаем, 1 сентября, у некоторых ещё начнётся новый семестр. И вопрос, в общем, заключается в том, что мы знаем, на развитии личности играет несколько основных факторов. В первую очередь, это, конечно же, семья, звёзды, то есть под которыми человек родился, и также образование. Вы могли бы сказать несколько слов по поводу того, какую роль играет в развитии личности образование? Ну, я думаю, что это очень такая серьёзная вещь образования. Ну, наверное, слишком серьёзная, чтобы за час мы могли как-то это всё решить, обсудить и установить, что же такое истинное образование. Потому что вообще по определению человек рождается в невежестве, любой. Любой человек рождается в невежестве, в неведении. Он даже не знает, как его зовут. И его нужно познакомить с этим миром, с этой природой, с географией, что это за место, где он находится, что за страна, что за город, что он там делает, что люди делают, как жизнь устроена. Боже мой, столько всего, столько всего. Ещё есть космос, планеты. Дойдёт ли до этого современный человек, я не знаю вообще. Давший свою зарплату, он сможет получить образование? Это сложный вопрос, понимаете? Но есть, конечно, великие такие души, которые, собственно, создают этот тон образования, который достигнет каких-то высот в искусстве, в науке, не знаю, в чём угодно, в профессионале или в богатстве. То есть сейчас образование, люди понимают, конечно, чисто практически, чтобы уметь поддерживать себя, так они понимают. Но суть образования, конечно же, если опираться на древнюю мудрость, на истоки, это в познании самого себя. Поэтому это чрезвычайно важный вопрос. Ну вот я несколько слов сказал. Да, спасибо большое. И вы упомянули образование как науку и также образование как творчество. И я хотел бы перейти к следующему вопросу и, может быть, провести какой-то анализ небольшой, короткий. Что значит научный подход к образованию? Я поясню. То есть есть, например, образовательные программы, где всё чётко, всё научно, всё по расписанию, всё должно быть просчитано, определённая система, очень жёсткая аттестация. И есть программы более творческие, где человеку, будь то ребёнок или взрослый, дают больше проявить себя. Как бы вы могли откомментировать эти два подхода к образованию? Первый подход творческий, другой подход рациональный, да? Да. А, это хорошо. И то, и другое важно. Но смысл образования как бы не в самом методе даже. Методы могут отличаться. Рациональные методы, логические какие-то подходы, практические какие-то цели, есть творческие цели, есть хобби, не знаю, есть просто саморазвитие для себя какое-то. То есть, здесь много всяких методов и направлений развития. Но суть и смысл всех методов в том, чтобы человек был счастлив. Тогда можно считать, что он образован, что он сам счастлив, и других тоже может делать счастливыми. То есть, возвышать и умы, и чувства при помощи науки, при помощи рациональных методов, творческих методов, любых. То есть, вот это есть как бы образование. Потому что, если метод не работает на практике, если человек остается несчастным, то этот метод считается не научным. Научный метод означает, что человек становится счастливым. Что вы думаете на этот счёт? Да, мы согласны абсолютно. Насколько я понял, вы говорите о том, что методология, она вторична, тогда как человек, в общем-то, должен образовываться для того, чтобы познать истинную природу вещей, суть себя. Я правильно понял? Да, да, да. Хорошо, тогда мы перейдём к следующему вопросу. Я немножко импровизировал, когда я готовился к этой программе, к этой передаче. То я подумал о том, что я в жизни встречал достаточно большое количество образованных людей с точки зрения академического знания. Люди с дипломами, люди со степенями. И одни люди в общении были очень приятными, очень культурными. А с другими общение было неприятно, несмотря на то, что у них у некоторых даже были докторские степени. То есть, насколько важно образование с точки зрения общечеловеческих понятий культуры. Потому что есть феномен. Одни люди образованные и не культурно себя ведут. А другие люди образованные и ведут себя культурно. То есть, откуда это берётся? То есть, является ли наличие культуры прямым следствием обретения академического образования? Ну вот да. К сожалению, сегодня разделяют люди образованность какую-то официальную и культуру, качество человека. Их отдельно рассматривать сегодня это так. Но само слово «образование» от слова «образ» это какая бы некая завершённость. Поэтому мы не можем сказать, что если человек получил образование профессиональное, но не развит как культурный человек, что он образован. Или наоборот, у него есть какая-то культура, но он не имеет никаких навыков и способностей жить, поддерживать себя. Тоже это незаконченное образование. Поэтому вот это как бы разделение порождает много проблем. Например, я сейчас скажу, образованный негодяй. Как вам нравится такое сочетание? Нормально. В современном мире абсолютно гармонично звучит. Вот это считается образованный человек. Ну он, конечно, негодяй, но он образованный негодяй. Но суть в том, что образованный негодяй это опаснее, чем не образованный негодяй. Это хуже гораздо получается, да? Добра опасна, говорится, сама по себе. Но когда она украшена драгоценными камнями, ее голова, она еще опаснее, потому что привлекает. Вот такие у нас, получается, парадоксы образования. За что боролся, на то и напоролся. Мы говорим об образовании, создаем университеты, институты, школы, всякие заведения и выпускаем множество людей безнравственных и хорошо образованных, которые могут уметь обманывать, хитрить. Они учатся в институтах, скажем, плохо учиться и получать хорошие оценки. Например, они прекрасно проводят время и сдаваются такие зачеты. Вот они учатся этим всем штучкам в процессе образования, так сказать. Вот. На мой взгляд, это еще не образование, это бой не образования. Где человек мнит себя образованным, выйдя из какого заведения, он мнит себя образованным, но не имеет возвышенных качеств. Вот. Например, вот если взять древний Китай и также древнюю ведическую культуру в древнюю, то человека прежде всего обучали видеть красоту. Красоту. Это музыка, это каллиграфия. То есть приучали к этим искусствам. Потому что считалось, что если человек не чувствует и не видит и не слышит красоту, ему не нужно давать образование. Он не сможет ничего полезного сделать. Вот. Вот такой подход был. И когда мы изучаем ведическую культуру, вот школу ведической, древней ведической культуры, скажем, тысячелетия назад, мы тоже видим, что там обучали детей с искусства, с красоты. Приваривают эту красоту изыск, умение одеваться, умение танцевать, петь, умение изображать. То есть видеть, чувствовать красоту, отменяться красотой. А потом к этому добавлялись какие-то навыки, что не так уже сложно. А вот возвысить как бы чувство, ум и разум до абсолютной красоты, вот это образование. Да, любой математик скажет вам, любой физик, который добился, ну гений такой, он скажет, что это красота, это творение, это красота, это цифры, это музыка, он скажет, он придет именно вот к такому решению, что это творение, это музыка, понимаете, нужно слышать и понимать. Вот физик скажет, математикам это скажет. То есть люди должны чувствовать это все еще, научиться. Не просто считать единицы, прикарманивать себе какие-то единицы, скажем, и так далее, ради выгоды. А вот это такое понимание древних было. Спасибо, Промбулы, как раз ответили на наш следующий вопрос, который был про образование через музыку и искусство. Естественно. Но теперь мне хотелось бы задать более приземленный вопрос, к сожалению, особенно на фоне того, что происходит во всем мире сейчас. мы видим, что все больше и больше образования, оно переходит на систему онлайн. Как вы можете это прокомментировать само по себе, как систему образования, очно и заочно? Какие плюсы, минусы вы видите в этом? Потому что очень многие сейчас говорят, что онлайн образование это замечательно, есть в этом много плюсов, но мы понимаем, что не только плюсы есть в этом. в древние времена, знаете, воины, цари, цари-воины великие, раджа, риши, они сами выходили и сражались на поле битвы. Вот у них было оружие, меч, луки, боевые колесницы. И вот царь, управляющий государством, если там были какие-то разногласия, они встречались на поле битвы с другими воинами и сражались. Это считалось их честью, их природы, как бы, их ролью. Да? Сражаться за истину. Но век Калии, эта традиция ушла. Мы не видим, чтобы сейчас президенты стран сражались друг с другом, скажем, луками, стрелами там, или рукопашную. Нет, они выставляют армию, а сами сидят у себя в кабинетах, в бункерах, смотрят через перескопы. Вот. То есть, они воюют онлайн, понимаете? Ну и вот, и сейчас тоже ситуация такая, что учителя боятся учеников, ученики боятся учителей. Сейчас культура у нас настолько странная, что опасно ходить в некоторые школы. Поэтому с точки с точки зрения безопасности онлайн лучше, конечно же. Вот я это хочу сказать. Что, ну, время такое, понимаете, даже бывает выйти на улицу опасно, потому что пандемия вообще. Ну, вот в наших условиях становится много, много таких опасных вещей. И мы видим также, что дети, да, они настолько сейчас травмируются вот этими условиями образовательными, что они могут сдавать экзамены, им страшно. Некоторые там совершают суицид. Вот в Казахстане много таких примеров было, что не выдерживали вот этого ожидания экзамены, да, дети, подростки. И суицид совершается. То есть сегодня что-то творится невообразимое. Я, конечно, помню, как мы сдавали экзамены учителям вживую. Конечно, мы волновались, понятно, но не до такой степени, чтобы умереть, там отравиться и броситься в прошлом. Вот. Что сейчас происходит, не знаю. Поэтому, конечно, сейчас нужны какие-то смягчающие меры, меняются наши общения, качества. Опять же, это продукт, это продукт, собственно, современного образования, вот эти методы. С этим я пока ничего не могу поделать, но классическая форма образования живой учитель, живой ученик, и они общаются из сердца в сердце. То есть это отношения родителей и ребенка, говорится. Учитель-ученик. Там есть доверие, там есть защита, там есть настоящее образование, они дают человеку понять, почувствовать, они просто спрашивают, чтобы он запоминал, зубрил и так далее. То есть там глубина отношений, это изначально. Сейчас мы утратили такие отношения. В преподавателе у нас нет таких глубокий, скажем, делительных отношений часто, ну, в заведениях. Поэтому все более и более формальные методы. Но вообще-то из сердца в сердце образование переносится классическим способом. Спасибо большое. У нас следующий вопрос на фоне, опять же, того, что происходит сейчас. Ну и раньше тоже образовательные программы и системы, они как грибы после дождя. Их так много, что люди иногда теряются. Какую программу выбрать? Вроде все понимают о важности образования, но как разобраться во всем, кому что подходит, что бы вы посоветовали? Хороший вопрос. На этот счет я говорю людям, ну, вот, когда общаюсь онлайн или в залах, что сейчас время такое, что о нас с вами никто не позаботится. Не ждите, что какая-то система образования о нас позаботится или какой-то политический лидер лично о вас позаботится и решит ваши проблемы или ваше начальство и прочее, потому что они не знают часто, как позаботиться, как улучшить нашу жизнь, наше образование, они сами не знают, поэтому нам нужно сейчас самим искать, изучать, стараться, находить ответы, нам нужно брать ответственность самим за свою жизнь, за жизнь своих детей, за образование свое, за образование детей. И я всегда предлагаю начать с истоков образования. Классические, изначальные, велические книги нужно прочитать. Основы основ, чтобы вы могли хотя бы ориентироваться в жизни вообще. что такое знание, что такое невежество, что такое человек, что такое этот мир, как он устроен. Нам нужно сейчас начать с изначальных законов, те, которые объяснены древними мудрецами, и они работают по сей день. и нужно искать истину. Все, кто ищет истину, найдет ее. Поэтому сейчас время такое, что мы должны сами за себя принимать ответственность. Ищите в интернете, общайтесь, спрашивайте. Ну, как говорится, стучащему дверь откроется, просящему хлеба камень в руку не положат. Вот, давайте уповать на Бога теперь, потому что у нас просто нет другого выхода. Да, спасибо большое. То есть, насколько я понял, вы предлагаете вернуться к истокам и просто разобраться в каких-то элементарных общечеловеческих истинах и общаться друг с другом и таким образом делиться этим знанием, которое, в общем-то, заложено в богооткровенных писаниях. Совершенно верно. Да, если мы не изучали ни одного священного писания, мы вряд ли вам чем-то смотрим. Вы уж сами понимаете законов. Давайте их поймем. Что это за жизнь, на чем она основана? Неизменные законы существуют, нужно их знать. Спасибо большое. Следующий вопрос. У нас тогда более конкретные вопросы. Что касается образования детей. И мы знаем, что в большинстве традиций образование мальчиков отличается от образования девочек. Могли бы вы посоветовать родителям, какой подход использовать и как относиться к образованию девочек и образованию мальчиков. Но образование включает в себя подготовку к браку. Маленьким детям это не объясняют еще. О браке им рано говорить. Они могут не понять какие-то вещи. Вообще даже не понимают, зачем брак, что такое муж и жена. Им не говорят. но их готовят к этой роли взрослые. Потому что взрослые знают, они вырастут. Они захотят иметь семью, у них, наверное, будут свои дети. То есть есть судьба человека, вот он пройдет эту жизнь по судьбе. И нужно его подготовить, дать ему образование. Что такое быть хорошей женой целомудренной? Что такое быть настоящим мужем? Что это вообще означает? Чем муж отличается от мужчины? Жена от женщины. почему женщину называют женой чьей-то, а мужчину мужем? Не просто мужчина и женщина, а еще есть какие-то положения, роли социальные. Чем это отличается? В ответах же говорится, что женщина для мужчины это дверь в ад, а жена дверь в спасение. Вот их различают, видите? Жена то есть хорошо, женщина плохо. И женщина может сказать, а почему эта женщина плохо? Но спросите жену чью-то, спросите, женщина хорошо какая-то для вашего мужа? Нет, женщина плохо для моего мужа. Нет, нет, я жена, простите, никакие женщины. Она это подтвердит, понимаете? То есть жена означает, что у них есть культура. Это не просто два противоположных пола. И вот этой культуре обучают с детства. Девочек они должны знать, что такое культура женщины, ее природа, ее поведение, ее ценностей. Так же, какие ценности у мужчины. Потому что иначе если они... слышно? Да. Да, потому что если они не получат такого образования, они сами в браке быстро обесценят друг друга. Быстро обесценят и даже возненавидят друг друга. и образование собственно заключается если взять как бы принцип суть образования всего это процесс очищения от ложного эгоизма. И для этого предназначено образование вот это все очищение это путь одухотворения человека возвышения его. То есть научить его служению служению в любви в знании сострадании в благодарности вот в этих высоких качествах души. И вот в семье это начинается и девочку обучают готовить в семье быть хорошей хозяйкой знать как готовить допустим как заниматься рукоделием знать искусства такие как танцы например музыка изобразительное искусство утонченная такая тонкая натура чувствительная развивается знают языки умеют слушать друг друга уважения это все обучают еще в школе и мальчиков обучают деятельности решимости достижения цели допустим стиле характера исполнению своих обязанностей обещаний то есть героическим поступком всегда в медической культуре обучают детей на великих примерах всегда как бы склоняют к великой жизни великим достижением вот это образование то есть мы сейчас говорили об образовании детей в общем и большую роль в этом играют учителя но какая роль есть у родителей конкретно в образовании своих детей родители это первые учителя своих детей мать это первый гуру говорится потом отец ребенок сначала знает мать конечно же владенец она уже воспитывает его знаете это же удивительно в природе вещей как мать воспитывает ребенка начиная с внутриутробного периода утром представьте ребенок использует кровь матери внутриутробной ее дыхание ее пищу то есть полностью он питается ее телом ее настроением это уже процесс как бы формирования личности внутриутробной сейчас эти вещи не изучены хорошо утрачены вернее а у древней мудрецы это досконально изучение личностей как готовят к рождению великого человека и как его воспитывают это целая наука оказывается и вот родители это первые учителя затем уже отец вступает в свою роль позже когда ребенка пробуждается разум определенный уже он понимает речь он воспитывает его при помощи примера наставлений то есть они учителя поэтому роль родителей я бы сказал основополагающая если однако родители в невежестве ребенок рождается в невежестве не получает от родителей вот этой основы изначально конечно будет труднее в будущем как бы себя улучшить изменить труднее если он с рождения не получил труднее но все же возможно говорится когда он встречает духовного отца на своем пути духовного учителя и получает второе рождение знаний в духовном это считается очень удачливой душа поэтому два фактора у человека если у мужчины есть хорошая жена есть духовный учитель он считается успешной жизнью потому что хорошая жена и духовность будет хорошее потомство хорошие традиции все успех будет во всех отношениях и в семье и в детях и в личной жизни во всех аспектах если человек живет в знании конечно будет успешно поэтому родители это первый пример для детей и это ответственность конечно же мы уже не позволяем себе плохих вещей в присутствии детей мы знаем как это нас контролирует нас облагораживает воспитание детей поэтому конечно к родителям будут также высокие требования если не хотят своих детей хорошо обучать то преподаватели должны выдвинуть такие же требования к родителям чтобы они поддерживали культуру в семье соответственно чтобы они не портили это образование хорошее вы затронули очень важную тему сейчас много даже всяких анекдотов и истории о том как сравнить как было раньше и как сейчас что если раньше ребенок себя плохо вел то учителя вызывали родителей они ругали родителей ругали ребенка а сейчас наоборот особенно в западном мире то есть учителя боятся вызывать родителей и если что не так то родители приходят с претензиями к учителям то есть ребенок он главный он основной конкурс земли получается как бы вы могли обкомментировать какова роль в тандеме между родителями и учителями в образовании детей но есть одно препятствие в отношениях это деньги сегодня образование же платное да как бы а вот изначально оно бесплатное за образование не платили деньги пожертвования давали там другие другой был подход деньги с него потом спрашивают я вам плачу деньги что вы с моим ребенком сделали да где его образование где его воспитание почему ко мне претензии я вам плачу деньги вот вот это никак не соответствует как бы не связывается с формированием личности вот то есть корыстное отношение препятствует поэтому здесь вот ну нужны какие-то какие-то нюансы нам понять как строить такие отношения с родителями я предлагал преподавателям которые берутся за духовное образование также детей и начать образование с родителями разъяснять им что это за школа какие цели какие методы будут согласны ли с такими методами с такими целями с такими нравственными ценностями вот эти вещи нужно сначала решать с родителями вот только потом когда это решено с родителями эти противоречия что в школе одно а дома другое а потом конфликт между педагогами и родителями поэтому начать нужно с родителей воспитания родителей спасибо большое очень подробный ответ и мы все знаем что в современном обществе также это острая проблема современного общества заключается в том что очень многие родители одиночки воспитывают детей и кто-то говорит что это не отражается никак на личностном развитии ребенка другие настаивают на другой теории что бы вы могли сказать по этому поводу потому что количество разводов на западе сейчас в западном мире оно ну просто превышает все какие-то общепринятые границы ребенок хорошо учится только когда абсолютно доверяет учителям то есть у него это есть природе природа ребенка такова что он обожествляет мать отца обожествляет учителя в школе и именно по этой причине он очень хорошо учится мы знаем что дети настолько обожествляют своих родителей что разговаривают и учатся сами то есть они сами интуитивно начинают говорить произносить слова это вопрос их веры который делает их очень чувствительными внимательными восприимчивыми и о чем у нас был вопрос еще раз повторите а вопрос о том что родители одиночки да 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 и вот вопрос веры поэтому поэтому если скажем ребенок растет без отца такое случается это может быть развод или смерть всякие вещи бывают в жизни без матери то это заменяет ему образ который создает его родитель один скажем она должна создать образ отца и вот этот образ будет воспитывать его как например вот интересный пример из моей жизни у меня был друг школьный вот у нас было три друга и у него была неполная семья он рос без отца никогда не видел его это был какой-то футболист проезжий зачал ребенка и поехал дальше мать осталась одна с ребенком вот он родился таким и на дне рождения когда он пришел на день рождения к нему поздравить его речь зашла о его отце просто кто-то спросил а кто был твой отец вот ну знаете дети они не понимают какой-то больной темы еще и его мат сказала при всех но я увидел что у моего друга как будто что-то знаете искривилось в голове понимаете очень трудно это объяснить это какая-то странная вещь которая его не защитила а наоборот сделала слабым и что удивительно когда он стал юношей вырос судьба он повторил своего отца понимаете как важен образ если у нас даже если нет такого образа отца великого ну мы можем хотя бы создать такой образ можно воспитывать ребенка на других великих образах да есть великие святые есть великие герои из истории то есть нужно рассказывать об этом чтобы человек чувствовал родство с великой личностью обязательно отец это великая личность для ребенка по факту это так что он зачинает ребенка а потом всю жизнь его поддерживает это фактически да это отец понимаете это великая личность эта самскара очень нужна человеку каждому и как Иисус проповедовал этим отщепенцам блудницам пьяницам которых уже нет вот этих традиций отца матери они все уже потеряли да они опустились упали на дно жизни он говорил бог ваш отец все равно этот образ отца нужен понимаете ребенку поэтому вот здесь мы должны знать что эту культуру нельзя терять даже когда случаются вот эти несчастные случаи плохие браки скажем там разводы страшные какие-то болезненные мы должны хранить эти образы передавать новому поколению защитят их от деградации очень важный момент допустим учитель в школе может стать таким человеком учительница в школе может стать таким человеком у нас у нас была директор в школе лицо было безображено один глаз был искусственный одна нога была протез она была уже старая седая и толстая ужасное зрелище но ее любила вся школа понимаете ее любили как мать больше всего все все дети без исключения никогда не кричала она такая была бабушка любящая добрая она утихомирила любых хулиганов все слушали ее когда она умерла пришли хранить ее все родители все школьники плакали сотни людей вот такой был образ матери понимаете который перекрывал иногда даже вот наших собственных родителей понимаете наши какие-то там вот сложности потому что есть такие люди понимаете которые ценят которые любят которые желают нам добра очень важно чтобы это было у каждого ребенка если в семье не получилось своих то есть еще семья вот большая есть еще общество людей мы должны помогать друг другу об этом мы сегодня и говорим с вами как же это образование устроить об этом нужно говорить с родителями начинать нужно именно с родителями образовывать нужно взрослых и учителей в школах тоже нужно образовывать спасибо большое за глубокий ответ есть над чем подумать и родителям и педагогам спасибо действительно тронуле сердце и по поводу того как воспитывать детей особенно в современном мире где очень много сейчас идет речи о правах очень мало об обязанностях некоторые впадают в другую крайность то есть где граница между строгостью с одной стороны а с другой стороны унижением ущемлением прав мы говорим о детях в принципе но можно сказать это обо всех то есть с одной стороны надо стараться дать ребенку правильные выстроить правильные границы дать ему понимание что можно что нельзя что хорошо что плохо но в современном мире где эти границы стираются зачастую строгость она граничит просто с унижением да я согласен я сам имел такой опыт как бы унижения в школах когда злоупотребляют своем положении педагоги и даже родители или начальники на работе просто сплошь и рядом можно видеть как люди злоупотребляют власть или богатство и когда я воспитывал щенка мне подарили собачку я в школе учился красавица коронистая лайка вот но я решил ее воспитать как собственное дитя купил книжку о воспитании собак там все написано про психологию вот как что они чувствуют как они понимают команды как это ей объяснить и там было так же описано как наказан потому что если просто на я потому что не поймет что случилось а как наказать так чтобы она понимала и например она вот взяла и испражнилась у вас на ковре вот вы были на работе собака была одна она вот там сделала большое дело свое на вашем ковре любимого вы приходите с работы и там кучка у вас прямо в середине так бывает и вы говорите ах такая сика я тебя сейчас накажу берете за шиворот и прямо мордой туда тычете вот так нужно делать но это можно сделать пока собака помнит что она сделала эти испражнения если прошло уже два часа она уже забыла что она это сделала понимаете когда вы тычете мордой она не понимает за что ее наказ начинает вас просто бояться или обижаться то есть вы ее травмируете то есть вопрос сознания поэтому должны быть критерии которые дети понимают да что вот это истина вот это хорошо это плохо и тогда даже преподаватель спрашивает ну сам ты думаешь как ты же знаешь что хорошо что плохо а ты же сделал плохо ну давай говори какое наказание и он спокойно говорит да я наказан без всякой травмы видите это это осознание вещей а когда просто я говорю а потому что я так хочу один преподаватель говорит я вот так хочу другой преподаватель говорит а я по-другому хочу и ребенок должен приспосабливаться понимаете менять менять вот эти вот лики свои лицемерным и вот это обида и страх образования потому что нет одной истины для всех нет этой основы просто диктатор перед вами вот один преподаватель такой а другой другой один добрый а другой злой а другой равнодушный с каждым преподавателем мы видели мы тоже приспосабливались мы знали что если придет вот этот преподаватель тут нужно сидеть смирно а если этот придет нужно повернуться к нему и делать что хочешь так вот где же наши правила для самих нас где наша культура взрослых одна единая культура которая нас всех объединит мы все разные разные характеры разные эго разные качества один верит бога другой не верит бога преподаватели они разные вещи скажут детям и что им делать один историю понимает так другую историю понимает по-другому какую историю выбирают сейчас в россии не знают много из учебников вот мы пришли вот к таким вещам представьте себе что дети они не знают не знают истины на что опереться поэтому они начинают просто хитрить лицемерить законы существуют для всех и для преподавателей и для детей тогда будет порядок и преподаватель если нарушает закон извиняется тоже извиняется я был неправ да это нормально все это должны видеть и ученик если делать неправильно тоже извиняется это же хорошо то есть я хотел бы перефразировать то что то что мы услышали что образование особенно детей которые в высшей степени чувствительны к старшим должно быть построено в первую очередь на доверии на какой-то единой системе ценностей и на взаимоуважении что старшие уважают младших а младшие то есть это не только снизу вверх уважение идет но также старшие должны уважать младших иначе подавляя их они в конце концов поломают жизнь следующих поколений да да обычно младшие любят старших когда старший о них заботится и имеют к ним сострадание снисхождение обычно такие младшие любят таких старших а старшие любят младшие которые послушные и следуют хорошим наставлениям они любят таких младших естественно так происходит поэтому нужна квалификация и младшего и старшего ну начинается со старших пример поэтому опять же воспитывать нужно родителей и педагогов да сегодня у нас вот эта тема хотя мы говорили в общем-то об образовании детей и студентов но красной нитью проходит эта тема о том что нужно в первую очередь обрести образование тем кто дает это образование это очень ценно спасибо большое и я хотел бы спросить такой вопрос он противоречивый многие считают интернет бичом 21 века то есть я посмотрел еще 20 лет тому назад никто не знал обо всех этих сверхбыстрых технологиях передачи информации и сейчас многие стали дигитально зависимыми я знаю сам несколько программ которые за большие деньги родители посылают детей для того чтобы обучать их в течение 20 или 30 даже дней от дигитальной зависимости где нету никаких электронных приборов ни телефонов ни компьютеров ни интернета естественно только живое общение и вот это вот это вот интернет или дигитальная зависимость она очень сильно влияет на наших детей и на нас в общем-то тоже как бы вы посоветовали скажем так не то чтобы избавиться от этой зависимостью но какие меры можно проводить для того чтобы дети и взрослые не попали под влияние этой заразы не сам по себе интернет как бы опасен а та информация которую человек там находит если интернет очистить он конечно может быть полезен полезен в плане скорости передачи информации связи каких-то вот библиотека это хороший момент да интернет библиотека очень удобно поисковая система все быстро можно найти вот очень большие коммуникации может быть можно общение на больших расстояниях мировых масштабах можно общаться с людьми то есть есть как бы хорошие достижения в технологиях полезные но с другой стороны если даже очистить его от этих компьютерных игр от порнографии куда вот там попадают подростки или даже взрослые люди часто попадают и собственно они заболевают этими всеми вещами интернет сам по себе еще не полезен для здоровья поэтому как я думаю что в очень скором времени мы начнем отказываться от интернета или как-то регулировать его просто вынужденно просто по состоянию здоровья это глаза это излучение всевозможное это психика то есть все это уже наблюдается уже эти 5G 6G да еще какие-то G все сильнее сильнее излучение то есть уже как бы человеческая ткань живая клетка уже практически не выдерживает мы идем к саморазрушению вот поэтому ну вот есть две стороны да одна полезная другая очень вредная сторона что я могу сейчас порекомендовать это касается родителей и педагогов интернет для детей нужно отрегулировать просто если мы не можем этого избежать сегодня то отрегулировать скажем не больше часа в день или кому-то полчаса в день если есть необходимость профессиональная это ну два-три часа в день то есть вопрос отрегулировать нужно тогда мы можем как-то с этим справляться спасибо большое и общий такой напоследок вы сказали много всего но если подытожить все о чем мы говорили какие самые основные рекомендации для родителей вы бы дали в воспитании детей сейчас говорим глобально ну да самое важное что нужно сказать сейчас родителям дорогие родители то что вы говорите детям я уверен что вы что-то хорошее говорите своим детям читаете говорите о нравственности о честности о целомудрии наверное вы говорите говорите о счастье безусловно хотите им образование это понятно но сработает не ваше слово а поведение именно как вы себя ведете вот это наложит пожизненный отпечаток воспитание ребенка яд яд ачара тишришка это древняя мудрость которую сейчас акцитирую с бхагавадгиты чтобы не делала великая личность все остальные последуют за ней не что говорит а что делает именно поэтому если вы учите хорошие вещи но не подаете примера вы не сможете воспитать своих детей на высоком уровне поэтому для родителей самое важное это поведение ответственность поведения это главная вещь в образовании ребенка спасибо 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 большое за содержательную беседу и последнее пожелание студентам молодым а также уже взрослым что бы вы хотели пожелать в начале нового учебного года всем тем кто собирается часть своих сил или большую часть своих сил отдать какой-то образовательной программы пожалуйста молитесь Богу это я очень серьезно говорю потому что не так сейчас легко выжить в этом мире или получить высокое образование я рекомендую всем начинать и преподавать родителям учебный год и ученикам с чтения священных книг настраивайтесь на какие-то божественные общечеловеческие ценности вот это очень поможет нам понимать друг друга всем поколениям и так далее я не вижу сейчас другого выхода это сейчас могу посоветовать как самое ценное спасибо большое тогда мы закончим наш эфир с Александром Геннадьевичем Хакимовым великим ученым художником наставником современности спасибо вам огромное и до новых встреч спасибо большое до свидания до свидания